Хей, ребят, всем привет! Меня зовут Лена Крупина, и сегодня ко мне в гости пришли мои родители. И вместе с ними мы снимем видео, кто лучше из них знает меня. Ну и познакомимся. Это мой папа. Николай, всем привет! Это мама моя. Татьяна, всем привет! Давайте для начала что-нибудь интересное расскажем обо мне. Какая я вообще в детстве была? А сейчас что-то изменилось? В детстве упрямое было. А сейчас? Упрямое. Да, и сейчас упрямое, но сейчас ты это знаешь, и с этим, так скажем, борешься. Так, не то. Что? Так, ну неплохо. Это видео превращается в что-то неприятное для меня. Так. Прожаривай. А что, упрямое? Плохо? Нет, нет, вы что? Вы можете говорить вообще все что угодно и... Потом это вырежется, да? Конечно. Если кто не знает, я буду задавать вопросы. А они будут писать на них ответы. И мы будем считать, кто из них правильно отвечает, тот будет получать баллы. И начнем мы с самого простого вопроса. Как зовут нашего кота? Полностью. Важно полное имя. Так. Ну что, начинаем мы так себе? Крупнее, да? Ну, можно крупнее, но не страшно. Страшнее то, что вы не знаете, как зовут нашего кота. Кот Луи. Луи Си Кей. Так, хорошо. Следующий вопрос будет попроще. Когда у меня день рождения? Мы готовились. Нужны именно дату, месяц и год рождения. Ты не то затеркиваешь. А то тебе не то, что ли? Блин, я ее сегодня три раза переспрашивала. Я пытался, честно, даже сижу спрашиваю. Молодцы, молодцы. Это уже интересно и у нас ведет мама. У нас замена маркеров, так как цветные не видно. Не надо снова. Снова повторяем вопрос. Повторяем, а такого не получится. Нет, нет, нет. Так интереснее. Так, следующий вопрос. Мой любимый цвет. Уверенно, уверенно пишут. Так, ну, ответы разные, но в принципе оба они правильные. Назовите имя моего первого мальчика, с которым я встречалась. Кто такой Леша? Это в школе у тебя этот парень-то был? Какой? Ну, я не знаю, который тебя ходил, провожал, у нас возле дома живет. Дима. Нет, Леша. Леша? Да. Это еще в школе было. Я только Диму в школе помню. Нет. Какой Леша? Ветренная. Ну, какой-то мальчик, да, в средних классах ей носил портфель. Да, Леша. Я имени не помню, но какой-то мальчик носил. Да не, Леша. Ну, да, ну и все. Поносил ее все. Так поносил, а правильно продинамили, это понятно. Портфель носил. Ну, портфель носил. Шоколадками кормили. Ну, так что далеко-то, там до Коли-то еще далеко было. Ну, да. Но я не помню, мне кажется, его Дима звали. По-моему, Леша. Ты даже сама не помнишь. Ну что, мы продолжаем. Сколько лет я занималась гимнастикой? Надо посчитать самой. Так, ну неплохо. А со скольки лет я занималась? С пяти до семнадцати. С пяти до семнадцати. Так, полных-то одиннадцать. Мне просто подписчики мои часто спрашивают, вот, я хотела узнать. Уточни, да, уточни. Ну, то есть, ты пошла с начала учебного года, скорее, наверное, да, это было шесть лет. По-моему, со школы. Нет, точно не со школы. Точно, это точно. Ну, значит, двенадцать. Значит, двенадцать. Все, все, кто спрашивает, ответ от моих родителей. Я занималась двенадцать лет художественной гимнастикой. Наконец-то мы с этим разобрались. Это было дорого. Так, почему это было дорого? Ну, нет. Что значит, нет? Мячики купи, кегли купи, тапочки купи, тапочки за шею, в Москву за стразами съезди. Ну, а так-то обучение стоило там что-то 100-150 рублей в месяц. Нет, сумма обучения недорого. Да, символически. А вот предметы, это дороже. Купальники. Особенно это пошло, наверное, после средних классов. Пятый, шестой. Вначале мы все шили сами. Покупали дешевые пайетки, покупали ткани в магазине и все пытались сами. Ну, шили как умели, поэтому не серьезно было. А, следующий вопрос. В каких городах я выполняла норматив мастера? Их три. Вот, но в идеале, если вы, ну, хотя бы сколько-то напишете. Не подсматривайте, не подсматривайте. Так, ну что. Итого. По одному городу правильно, Пенза. В Пензе мы выполняли норматив мастера, а в Кирове нет. Выполнять мастера можно только на крупных соревнованиях. Было в тот момент, когда я тренировалась, поэтому в Кирове таких стартов не проходило. А в Нижнем Новгороде, мне кажется, я вообще не разговаривала. Не была там тренировных соревнований, вообще не. Я только на Каванту доезжу, да. Значит, я спустя. Вот, а также я выполняла норматив мастера в Питере. В Санкт-Петербург мы ездили. Ну, да. И в Екатеринбург. Точно. Но про Пензу точно знаете, потому что мы туда ездили, наверное, вообще чаще всего. Нет, потому что там МТСа не было, не приходилось делать спроувер. Сейчас вопрос, к которому я знаю, что вы готовитесь и готовились. Сколько подписчиков на моем канале? И я сейчас специально захожу на YouTube проверить, сколько, кто будет ближе. Мои родители следят за тем, сколько у меня подписчиков, и на каждый юбилей дарят мне чизкейк. Маму ближе. Это что, это за сколько? 943 подписчиков сейчас у меня на канале. Осталось... Это за 3 часа. Меньше даже. Да, растут? С утра будет. Следующий вопрос. Я уверена, что Коля должен его знать, потому что он качал его неоднократно. Мой любимый сериал. Да, я обожаю. Это мой самый любимый сериал, я его пересматривала раз 20. Вы такие классные. Я думала, мама не угадает. Следующий вопрос немножко с подвохом. Кем я работаю? Нужно написать правильно мою должность. Вообще без вариантов. Не списывать. Кое-кто подглядывает. Ай-яй-яй. Я больше не написала. Да, все верно. Полёка, да. А мама, нет. Неправильно. Поздравляю. Последний вопрос. Связанный с КВН. В скольких командах КВН я играла? В четырех. Вот, ну, ты переверни. Коля написал в четырех. Так-то это правильно, потому что он вспомнил про то, что я же еще одна играла. Мы про это совсем забыли. Мы когда считали, я насчитала только три. Забыла, что одна играла. Ну да, так получается четыре. Четыре. Не две. Это была Калифорния, когда я играла в школе. В школе, в академии. В академии. Потом Минтай. Вот я его не помню. Потом Мы. Сова я умел. Да, и сейчас я умел. Вот. Как вам? В роли блогеров. Непривычно. Волнительно. Пишите в комментарии. А, результаты. А кто выиграл? Ничья. Ничья? Да. Ты считал? Да. Я вас поздравляю. О, это так мило. Ну что, вам понравилось? Прикольно. Ну, придете еще? Ну, позовешь, пойдем. Вопросы подготовки. Вот, пишите обязательно в комментариях, хотите ли вы еще видео с моими родителями. И обязательно ставьте лайки, чтобы поддержать молодых блогеров. Ставим лайки, подписываемся, нажимаем толпунчик. Вот так это не подписываемся. А, да, вот. Пытался. Все видео испортим. Спасибо большое, что пришли ко мне. И спасибо вам, что посмотрели это видео. А мы увидимся в следующем видео. И помните, что я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.